Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, это видео для библейского портала экзегет.ру и мы поговорим сейчас о третьем послании апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Третье послание по жанру, в общем, ничем не отличается от второго практически. И приветствие, и окончание почти совпадают, все жанровые особенности налицо. Это такое личное письмо, короткое, написанное на листе папируса стандартного размера. Это письмо, которое евангелист пишет некоему своему, вероятно, ученику, младшему другу, одному из пресс-фитеров, одной из христианских общин, некоему Гаю. Надо сказать, что подробности, конечно, история до нас не донесла, но в конце концов это не так сильно мешает нам в попытках понять, о чем идет речь. И так, как положено в начале личного письма, автор, евангелист Иоанн, говорит Гаю, «Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал, как преуспевает душа твоя. Я обрадовался, когда братья засвидетельствовали о твоей верности». Примерно то же самое о детях избранной госпожи пишет он и в начале второго послания. «Я обрадовался, когда мне рассказали о твоей верности, о том, что ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Ну, во-первых, конечно, заметим, что здесь автор не говорит «я радуюсь, что вы делаете так, как я вас научил» или «я вам велел». Он отодвигает себя в сторону. «Я радуюсь, когда вижу или слышу, что дети мои ходят в истине, потому что ценность имеет именно истина, а не то, от кого и каким образом мы эту истину приняли». По-видимому, поводом или причиной даже написания письма послужило вот что. В некой христианской общине, то ли той же самой, где был Гай, то ли в соседней, ближайшей, где-то вот в Малой Азии, условно скажем, появляются некие люди, которые проповедуют разную мистическую чушь. Духовную, очень духовную. Прям духовнее некуда. Евангелист, по-видимому, многим писал, что не надо этого принимать и слушать. Но все-таки это стало происходить, и опасность от падения в разные гностические ереси стала реальной. И в одну из общин, и, может быть, кстати, и в несколько общин, евангелист отправляет одного или нескольких человек, может быть, группами, а может быть, каждого наручного в какую-то свою общину. Мы, кстати, увидим эту практику визитации в начале Откровения Анны Богослова. Там тоже упоминаются общины, которые обходит некий посланец, евангелиста. И так вот, в одной из общин некий персонаж по имени Диатреф не принимает тех, кого послал евангелист Иоанн. А Гай принимает. И вот Иоанн пишет Гаю благодарственное письмо. «Ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев. Ты поступаешь правильно для братьев и для странников». Речь не идет о том, что вот там какие-то коллеги-перехожие из Шаталовой пустыни в какое-то другое место путешествуют и их там принимают. Речь идет о тех, кто был послан евангелистом к общению с определенной миссией. И вот Гая хвалят им благодаря за то, что он их принимает. Ты делаешь это для братьев и для странников. И вот эти странники засвидетельствовали перед церковью о том, что ты их принял. И пишется о твоей любви. И хорошо будет, если ты и отправишь их, как должен, ради Бога. Ну, то есть снабдив там каким-то запасом, может быть, еды или чего еще там берут люди в путь денег. Стал быть, евангелист обо всем этом рассказывает, как о том, что делается ради Бога и о том, что это и есть любить ближнего. Вот, они, говорит он о посланных, ради имени Божьего пошли, не взяв ничего от язычников. Они пошли ради имени Божьего, потому что вот нечто было им нужно принести вам. И мы должны принимать таковых. Хорошо. Гай принимает, и евангелист его поступки одобряет. Дальше. Смотрите-ка, в девятом стихе Написано, я писал в церкви, но любящий первенствовать у них Диатреф не принимает нас, понося нас злыми словами. Сам не принимает братьев и запрещает желающим. Диатреф, по-видимому, является пресвитером той христианской общины, о которой идет речь, в которой, может быть, является пресвитером Игайей. И здесь мы, во-первых, видим с вами, что апостол, называя себя пресвитер, старец, возможно, это иерархический титул, даже обладая авторитетом, и, вероятно, огромным авторитетом, не обладает властью. Апостол не обладает властью в основанных им общинах. И вот он говорит, я им писал сопровождение, как сказать это, рекомендательное письмо, да, давал его тем, кого отправил. Но у них там этот вот любящий первенствовать Диатреф, которому нравится командовать, вот он не хочет. несколько неожиданная для нас ситуация. Потому что мы часто врем про власть апостолов, которая там перешла их преемникам, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, похоже, что это неправда. Там моральный авторитет есть, а власти нет. Вот это довольно важное свидетельство третьего послания Анны. И вот Диатреф не принимает нас, не хочет этого слышать. Может быть, он вообще предпочитает никого не принимать. Никаких посланников и проповедников, миссионеров, не знаю чего. То ли он уже успел пропитаться проповедью мистиков и гностиков, может быть, мы не знаем. Важно, что вот плод не истины, свидетельство неправоты этого Диатрефа, то, что он любит первенствовать, и поносит злым словами, и не принимает братьев, возгоняет их из церкви. Не истина рождает нелюбовь и злобу. Вот это тоже очень важная вещь. И для автора письма именно злоба, именно нелюбовь, именно стремление первенства, которое проявляет Диатреф, свидетельствует о том, что он не находится в истине. взгляды Диатрефа не подвергаются разбору, обсуждению. Ну вот он ведет себя без любви. Ну какая там может быть истина? Несколько поколений христиан, и все переменится с точностью да наоборот. И мы будем говорить, что он правильные слова про Бога говорит, поэтому не важно, что у него вместо любви злоба. А здесь вот так. Поносит злыми словами, не принимает, любит первенствовать. Ну вот. Не подражай злу, но добру. Не подражай этому. Не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога. А делающий зло не видел Бога. Речь идет вот об этом самом Диатрефе. Не видел Бога, потому что он, как он поступает, как он себя ведет. Ну и, по-видимому, это относится также к некоему Димитрию, о котором речь идет в следующем стихе. Любопытно, что в конце этой фразы Иоанн пишет, «И вы знаете, что свидетельство наше истинно». В первую очередь это можно узнать потому, что это свидетельство без гнева, с любовью, без превозношения. И действительно, эта интонация, в частности, в послании в этом видна. Ну и, конечно, как обычно было принято в те времена, в заключении письма он пишет, что «Ну, я очень хотел бы еще поговорить, мне много чего хочется сказать, может, я когда-нибудь приду, тогда сможем поговорить». А писать, ну вот уже листочек кончился. Вот это обычная формулировка, «Я надеюсь, скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам». «Приветствую тебя, друзья, и приветствуй друзей». Вот это заключительные слова на самом деле очень важны, знаете, потому что это ведь не только риторическая формула вежливости, а это некоторые свидетельства о том, что люди живут в общем пространстве, даже не контактируя непосредственным образом, живут в общем пространстве, и это пространство перед Богом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова